Доктор педагогических наук Компетентностного подхода. Безусловно, тема очень интересная. Найдем все современные подходы, типологию разберем. Татьяна Михайловна, безусловно, ожидаемый спикер нашего клуба. Мы получали неоднократно от вас, наши уважаемые коллеги, просьбу, чтобы Татьяна Михайловна выступила в качестве спикера. Поэтому сегодня, я уверена, эта встреча одна из самых ожидаемых. Поэтому количество наших участников подтверждает это. Уверена, что встреча будет насыщенной, профессиональной. И на все ваши вопросы Татьяна Михайловна с удовольствием даст ответы. Наша команда в этом будет ей помогать. Поэтому передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Татьяне Михайловне. Татьяна Михайловна, пожалуйста. Да, спасибо большое. Значит, добрый день, дорогие коллеги. А сколько, кстати, у нас, поскольку у меня открыта презентация, я не вижу количества людей. Сколько у нас сейчас людей? Просто интересно мне. Значит, очень хорошо. Значит, дорогие коллеги, ну вот поскольку это учительский клуб, я понимаю, что вы все учителя и у вас за спиной разные предметы. Я сама долгое время была учителем математики, но поэтому я как хочу сегодня с вами работать. Я все-таки расскажу скорее на дидактическом уровне о компетентностном подходе, но мы договорили, что мы оставим специально минут 20 где-то в конце, чтобы ответить на ваши более конкретные вопросы. Это вот с одной стороны. А с другой стороны у нас есть повышение квалификации и переподготовка в рамках нашего городского педуниверситета. И тем, кому будет интересно уже более подробно, может быть, предметно относительно своей предметности разобраться с этим подходом, вот то, о чем я вам буду говорить сегодня. И тогда уже в рамках повышения квалификации и переподготовки мы сможем более подробно, конкретно, уже применительно каждому предмету об этом обсуждать. Потому что понятно, что сейчас, когда вы учителя разных предметов, то говорить можно о каких-то общих тенденциях. Итак, значит, название такое немножко, я бы сказала так даже, с детективным таким контекстом. Self-Skills как скрытый ресурс компетентностного подхода. Ну, что бы я хотела сказать. Значит, первое, от чего оттолкнуться. Значит, в нашем таком сегодня ваш разговоре я хочу ответить на три вопроса. Почему все-таки современное образование делает ставку на компетентности, а не на что-то другое? Потому что очень многие воспринимают компетентностный подход, знаете, как, ну, такой, я бы сказала, как мы часто воспринимаем в образовании, такой политический ход, да? Ну, то у нас одна мода, то другая. Зачем нам компетентности? Мы работаем со знаниями, умениями, навыками. Вот я хотела первое все-таки проговорить, почему это действительно реальный такой ход развития современного образования, а не просто идеологическая какая-то вещь. Теперь, значит, соответственно, мы поговорим о типологии. Поскольку многие из вас слышали, что, перейдя на компетентностный подход, ну, вот европейская культура в основном сейчас работает с двумя большими группами компетентности. Это hard skills и soft skills. Ну, и, наконец, уже тогда наметим, какие могут быть дальнейшие задачи, в частности, для нашего российского образования. Значит, мне, соответственно, на каждом этапе очень интересны ваши вопросы, поэтому вы записываете вопросы в чат, а модератор мне уже, так сказать, сказал о том, что он нам поможет. Итак, значит, смотрите, первый момент. Почему, как мне кажется, понятно, что я могу только свои версии давать, да, что, так сказать, в науке мир не устроен так, как думает какой-то один ученый или исследователь. Но, во всяком случае, чтобы вы понимали аргументацию. Я уже говорила, выступала не раз, когда начинала с этого. Смотрите, что мне кажется, главная характеристика современного образования сегодня, она заключается в том, что образование стало полисубъектным. И мы это с вами ощущаем. Кто-то это ощущает с радостью, кто-то это ощущает, так сказать, с меньшей радостью. Но обратите внимание, что если раньше, когда мы смотрели с вами фильмы, там, сельская учительница, там, или первая учительница, мы понимали, что, как бы, сообщество доверяло учителям, как профессионалам, поскольку они заканчивают специальные, там, педагогические университеты, педагогические училища, сейчас педагогические колледжи, то сообщество, ну, как бы, не вмешивалось в эту профессиональную область. Сегодня мы видим, что очень многие институциональные структуры, как бы, начинают понимать про свои цели в современном образовании. И в этом плане начинают тоже претендовать на то, что они, так же, как и мы, начинают понимать смыслы современного образования. И вы не можете им это запретить. Значит, что я имею в виду? Ну, вот начнем мы с государства, потому что государство действительно, ну, собственно, раз оно платит деньги и все-таки, так сказать, влияет на государственную политику, то министерство образования, оно диктует, да, свои цели и свои смыслы. Но обратите внимание, если вы посмотрите даже по годам, то с каждым годом все больше у нас от министерств идет, ну, и высшего образования, и министерства просвещения, все больше идет рекомендательных писем, и все меньше идет таких приказов. А рекомендательные письма, вы понимаете, это то, что рекомендуется, то есть это можно выполнять, можно не выполнять. И вы уже в этом плане сами на уровне, так сказать, региональных департаментов образования, на уровне школы управляющего совета, вы решаете. Теперь очень много профессиональных организаций, которые тоже начинают влиять на, собственно, политику образования. Ну, в частности, мы знаем, что очень много есть сейчас корпоративных разных школ, которые находятся при, там, не знаю, министерстве железных дорог и так далее. И они тоже начинают держать свои цели. Теперь очень много формальных и неформальных сообществ, которые фактически, особенно мы все понимаем, что ковид, он как бы снял эту границу между дополнительным и основным образованием. И мы увидели, что очень многие центры дополнительного образования, они начинают занимать очень активную позицию. И родители, кстати, видя то, что некоторые учителя были в растерянности, ну, вот ситуация перехода на онлайн обучение, и очень многие начали использовать, собственно, ситуацию дополнительного образования. И фактически уже вот эта граница между дополнительным и основным образованием, она во многих образовательных программах вообще становится очень достаточно размытой. Теперь, если мы говорим о семье, то семья сейчас занимает очень активную позицию. Вот, например, даже мы видим по курсам повышения квалификации, что если раньше у нас на курсе повышения квалификации переподготовки, ну, допустим, по тьютерству, в основном приходили педагоги, то сейчас все больше просто права приходят мам и пап. И они говорят, что да, вот тьютерская новая профессия, мы хотим понимать про эту, значит, тьютерскую как бы позицию, и мы хотим вот пройти такие курсы. То есть семья становится очень активным, таким, я бы сказала, осмысленным нашим уже таким коллегой, да, в области смыслов и идей образования. Ну, и, наконец, сам человек. Если мы смотрим сейчас все документы наши, то мы видим, что везде мы говорим о том, что и студент, и школьник имеет право на индивидуальную учебную программу. И, собственно, вот эта индивидуальная учебная программа или шире индивидуальная образовательная программа, вы тоже тогда, ну, поскольку это его индивидуальная образовательная программа, то мы не можем не считаться со смыслами ученика. Хотя нам даже кажется, что он там чего-то не понимает, и он еще этого не проходил, и он еще не знает про эту предметность, и как он может держать субъектную позицию. Но сама установка на то, что ребенок имеет право свои смыслы, свои приоритеты отражать в своей индивидуальной учебной программе. Вот теперь смотрите, все, что я так проговорила достаточно быстро, оно приводит к тому, что должна быть задана какая-то единица смысловая, в которой мы начинаем обсуждать вот эти разные цели разных позиционеров. Поскольку когда, например, в образовании смыслы и цели держали только мы, педагогическое сообщество, то у нас были выработаны единицы знаний, умений, навыки, про которые мы понимали, мы понимали, что навыки это умения, доведенные до автоматизма. Значит, соответственно, было определение знаний в разных учебниках педагогики, и нам было уже комфортно, и мы, составляя программу на каждый урок, мы писали, какие знания, какие умения, какие навыки мы вообще планируем на этом уроке, значит, осваивать вместе с ребятами. Теперь, когда мы видим, что вот такой широкий круг позиционеров, которые держат свои цели, то мы должны понимать, что почему знания, умения, навыки перестали быть общей единицей. Ну и вот здесь, чтобы, так сказать, долго на это время не тратить, если будут вопросы, мы, так сказать, я отвечу, но уже мы можем даже анализировать историю, пусть это новейшая история, когда первым вопрос о компетентности подняла Англия, когда английские предприниматели сказали, что непонятно, чему вы учите в школе, но когда человек начинает заниматься бизнесом или приходит в наши корпорации, то фактически он не может нам продемонстрировать свои умения и навыки, даже если он у вас получает за это, так сказать, хорошие оценки, обучая в школе. И вот здесь было как бы уже проанализировано, отрефлектировано педагогическим сообществом, ну вот европейским сообществом, позже как бы Россия в это включилась, что когда мы говорим об умениях и навыках, мы пропускаем две характеристики, которые на самом деле очень важны, и в современном образовании они чем дальше, тем становятся важнее. Значит, что это за характеристики? Значит, мы, когда говорим о знаниях, умениях, навыках, то очень важно, что в какой-то момент эти умения и навыки могут оторваться от типовых задач и быть перенесены в какие-то новые нестандартные ситуации. Это раз. А второе, это видение границ. Вот когда мы говорим, что человек может быть, у него очень могут быть развиты навыки, но почему он некомпетентен? А он не понимает уже, где эти навыки востребованы, а где нет. То есть вот у него есть эти навыки, он их везде демонстрирует. И вот эти две характеристики, перенос в новую нетиповую ситуацию и видение границ, то есть адекватности применения своих навыков и умений, вот это становится очень важно вообще для жизни современного человека. И, собственно, международный конкурс ПИЗа нам все это показывал, когда наши ребята не могли решать такие нетривиальные, нестандартные задачи, потому что они не видели, где здесь можно применить те формулы, которые они хорошо на самом деле знали. И вот, соответственно, тогда как раз и была согласована, вот очень важно, что компетентность это согласованная единица, на которой разные позиционеры могут обсуждать цели образования. Вот здесь появилась как бы ситуация тогда компетентности. Теперь, значит, мы все как учителя прекрасно понимаем, что когда очень много видов компетентностей, а компетентности было очень много сразу, да, потому что когда мы перешли на компетентности подход, то, соответственно, все практически содержательные научные группы стали предлагать свою, так сказать, свои типы компетентности. Ключевые компетентности, компетентности 21 века, гуманитарные компетентности, компетентности, так сказать, там, ну, в общем, много-много-много разных видов, да, значит, компетентности 4К и так далее. И когда очень у вас большое появляется видовое разнообразие компетентности, то, соответственно, с ними становится невозможно работать, потому что, ну, как бы это все про все, и вам надо самим разграничить и четко начинать видеть типы компетентности. Но чтобы вы могли, как преподаватель, сказать, вообще вы работаете по их продвижению или нет, потому что когда у вас 30-40 компетентностей, понятно, что вы, так сказать, их все не удержите. Поэтому, значит, все эти компетентности были разделены на две большие группы, значит, soft skills и hard skills. Ну, вот я написала, hard skills это набор базовых навыков или компетентностей. Здесь очень важный момент, значит, когда мы говорим skills, то для нас это навыки, это умения, доведенные до автоматизма. А когда в европейском контексте мы говорим skills, то там это как бы такие навыки, но рефлексивные навыки. Поэтому в нашем понимании это уже компетентности. Поэтому, когда мы говорим о skills, ну, вот переводим hard и soft, то это имеется в виду для нас все-таки не именно не автоматические навыки, а скорее компетентности. Поэтому я в скобках написала компетентности. Итак, значит, вот эти hard skills или кому, так сказать, многие английский язык их напрягает, значит, поэтому мы говорим в переводе жесткие компетентности. Это те компетентности, которые от нас требует современная технологическая сфера. То есть, неважно, хотите вы или не хотите, но если вы хотите работать в современных профессиях, быть не маргинальными, вы обязаны, собственно, их, так сказать, у себя формировать. Ну, и в отличие от этого, soft skills, я бы сказала так, в широкой группе были названы все, все то, что не является вот такими жесткими технологическими навыками. То есть, это были такие компетентности социализации, умение работать в группе, ну и так далее и тому подобное. То есть, это все, что необходимо, ну и что требует современная социальная ситуация. Ну вот, соответственно, значит, я оставлю вам эту презентацию, вам перешлют, вы посмотрите внимательно. Но мы несколько лет назад, поскольку я возглавляю две лаборатории в Томском университете, в Московском университете, ну вот в нашем педагогическом университете, то мы, значит, с моими исследователями, коллегами, учениками, значит, сделали такой анализ современных журналов, которые имеют высокий рейтинг, как там водилось определение soft skills. Ну, то есть, вот мягких навыков. Ну и опять же, так, чтобы быстро нам все-таки время экономить, у нас не так много времени, всего час, значит, просто вы можете потом посмотреть внимательно, но, в общем, под этими мягкими навыками, что только не понимается. И личные качества, и набор поведенческих компетенций, и набор способностей талантов. То есть, само определение вот этих мягких навыков, оно настолько широко, что работать с этим, вот уже методически, как преподавателю, вообще не очень понятно. Вот как ты вообще можешь свою работу на каком-то предметном материале, там, я не знаю, на материале истории, литературы, даже гуманитарных предметов, как видеть вообще, в каких-то навыках продвигаешься. И вот здесь тогда наша группа научно-практическая, но в первую очередь я имею в виду группу, которая, так сказать, представлена в межрегиональной тьютерской ассоциации, потому что я являюсь президентом тьютерской ассоциации, и там у нас достаточно большое число и, так сказать, ученых-практиков. Мы решили все-таки вводить третью группу, но для того, чтобы ввести ее в европейском контексте, международном, мы называем ее self-skills, ну, потому что hard, soft и self, а если для нас, для России, мы можем говорить, что кроме жестких и мягких навыков, есть отдельная третья группа, которую можно назвать навыки самостроительства. Ну, я не знаю, как ее назвать. Это такие навыки само, вот самости. И вот здесь нам, почему это очень важно? Потому что, когда мы обсуждаем группу мягких вот этих компетентностей, то выясняется, что в этой группе две совершенно разнонаправленных, я бы даже сказала, педагогических работы. Потому что одно дело, когда я формирую мягкие компетентности с точки зрения риторики, как я строю свою речь, чтобы у меня не было слов паразитов, как я работаю, так сказать, в группе, уважая других людей. То есть есть очень много компетентностей, которые говорят мне о том, как я должен себя позиционировать в социуме. И это очень важно, потому что, как образ профессора, который выпачкан мелом и в разных, значит, башмаках, он тоже, так сказать, в человеческом сознании присутствует. Теперь есть совершенно другие особые компетентности. И вот поэтому я назвала, как бы, свою презентацию скрытый ресурс компетентностного подхода. Потому что есть особая группа компетентностей, которые именно рефлексивные компетентности. Они связаны не столько, как я себя позиционирую вовне, сколько они связаны с культурой. Именно вот то, что Мишель Фуко, очень четко французский философ, назвал забота о себе. Вот культура заботы о себе. Надо сказать, что у нас эта культура, честно говоря, она была в советское время практически потеряна. Ну, даже вот на уровне, не знаю, там, песен, раньше думай о родине, а потом о себе. Но вот сейчас мы начинаем понимать, что в каких-то, не во всех, естественно, но в каких-то определенных видах деятельности жизни человека, как раз человек вначале должен думать о себе. И это не эгоизм, а это с точки зрения, ну, все, кто летали в самолете, мы пока еще с этим ковидом не забыли об этом, там, значит, там везде говорят, что вначале оденьте на себя маску, а потом на ребенка. И это, если хотите, такая техника защиты. Потому что если вы на ребенка будете одевать маску и потеряете сознание, то, так сказать, не выживете ни вы, ни он. Поэтому вот культура заботы о себе, она связана с тем, что когда тебя в разные стороны зовут 20 конференций, 30, не знаю, спектаклей в театре, 40 музеев, ты должен понимать, ты вообще что держишь, что для тебя приоритетно, в чем твой следующий шаг индивидуальной программы, что ты выбираешь и, самое главное, чем ты жертвуешь, от чего ты отказываешься. И вот таким образом, вот в эту группу особо компетентностей, такой самости, ну, вот будем говорить, как психологи, да, допустим, такие навыки самости, мы для себя выделили, по крайней мере, три ключевых компетентности. Это самообразование, значит, пребывание, ну, так сказать, можно их назвать как в целом навыки самообразования. Ну, поскольку мы с вами в образовании, то мы можем взять самообразование, значит, но для нас очень важно, что в эту группу входит именно самообразование, самоорганизация, ну, и, можно сказать, самоопределение. То есть понятно, что это процессы, конечно, очень сложные, и вы их как навык автоматически никогда не поставите, но очень важно, что в этих процессах есть какие-то базовые навыковые вещи, которые позволяют вам действительно самоопределяться, самоорганизовывать себя, да, и, собственно, выходить в индивидуальную образовательную программу. И вот это очень важно. Теперь смотрите несколько слов о нас самих. Ну, кстати, и о нас самих, и о детях. Если мы принимаем эту триаду вместо дикотомии, а я вот очень хочу сказать, что я два раза уже выступала на международной конференции, где был большой интерес вот к моим докладам, и только что прям буквально у нас, знаете, такой день подарков. Вчера я получила приглашение в Сингапур, чтобы выступать с пленарным докладом вот по поводу как раз self-skills. А сегодня сотрудник нашей магистратуры, единственный от всех педагогических магистратур, получил, значит, в фонде Потанина большой грант тоже на разработку вот этого направления, о том, как разрабатывать self-skills в цифровой образовательной среде. Но вот что я хочу сказать, что если мы теперь понимаем с вами, что фактически современное образование связано с тем, что через предметное обучение, никто не отказывается от предметного обучения, но через предметное обучение каждый человек начинает понимать. Ну не хочется мне, говорит, ребенок, потому что это может быть и студент, и школьник, а вот пройдя процесс предметного обучения, человек понимает, какие у него сформированы жесткие компетентности. И это очень важно. Вот на уровне физики, какие у него есть теперь компетентности, знания вообще об устройстве современного физического мира. Или, например, какие он видит математические, там, допустим, закономерности, которые сегодня ему помогут работать в современных науках. Значит, соответственно, также он будет понимать про культуру группового взаимодействия, там, не знаю, как уметь работать с проектами. Но в то же время он будет про себя понимать на уровне вот этих self-skills, как он самоорганизован. Ему, например, удобнее информацию в большом объеме изучать или в малом. Ему интереснее как бы устно отвечать или письменно. И это все становится безумно важным, потому что профессии быстро возникают и быстро исчезают. Вы сами видите, этот процесс будет нарастать. И вот чтобы человек был не маргинален, чтобы он мог все время находиться в непрерывном обучении, чтобы он мог спокойно переходить из одной профессии в другую, он должен понимать про свой компетентностный профиль. Но теперь вот я хотела два слова просто сказать. Это, конечно, тема отдельного обсуждения. Но я все больше думаю, и у учителей, что тогда должен быть, у современных учителей, тоже должен быть свой компетентностный профиль. И вы, например, должны понимать на уровне hard skills, какими технологиями как учитель вы владеете. У кого-то это большой набор технологий, а у кого-то одна технология, но он в ней себя удобно чувствует. Например, какие у вас коммуникативные вообще способности. Кто-то, так сказать, любит выступать, не знаю, любит организовывать коллектив учителей, становится там лидером профсоюзной организации и так далее. А кто-то, например, никогда не будет, и не надо его этим грузить. Но он хорош в другом, понимаете? Ну и про self-skills это тоже очень важно. Как вообще учитель свои навыки самоорганизации разворачивает и самоопределение. Потому что, вот знаете, мы на курсе повышения квалификации вообще сталкиваемся с тем, что у некоторых учителей сознание редуцировано только до того, что он учитель. Вот я помню, как я мучилась с учителями, говорила, какой у вас еще есть интерес, вот если у вас есть свободное время. И учителя мне говорили, ну мы еще тетрадки проверим, ну мы еще подготовимся к урокам. Я говорю, так, а что-то вы еще кроме этого знаете. И это большое напряжение, когда там учительница вспомнила, что она еще кактусы любит разводить, а другая, значит, стихи пишет и так далее. И вот это, мне кажется, вообще очень важна сейчас культура восстановления индивидуального компетентностного профиля. Вот вообще каждый человек должен про себя понимать, значит, так сказать, какой у него набор. Ну и вот теперь дальше, если говорить про нас, поскольку у меня лаборатория индивидуализации непрерывного образования, значит, про хард и софт, это должны быть отдельные специалисты. И я думаю, что как учителя предмета надо тоже понять, как у вас через предмет проходят вот эти компетентности, которые на самом деле в первую очередь детям и требуются. Вот, но что касается вот этой группы особых, я бы сказала, так скрытых компетентностей, которые пока еще европейским сообществом не выделяются, они все говорят хард и софт. Но мы сейчас все больше заявляем, что есть еще и третья группа, которую надо отдельно выделить вообще и отдельно про нее думать. Это вот как раз то, что я вам говорила, самоопределение, самостоятельность и самоорганизация. Вот мы как бы говорим о том, что если мы обсуждаем вот эти self-skills на уровне именно образования, потому что self-skills, как вы понимаете, можно не только на уровне образования обсуждать, на уровне любой профессии и вообще, так сказать, любой сферы. Но если мы говорим про самообразование, то тогда важно, важно хотя бы, чтобы была культура самоопределения, чтобы человек мог осознавать свой интерес, свой проблемный вопрос, понимал вообще, так сказать, в каком проектном исследовательском направлении он движется. Потому что когда мы начали сейчас проектную, фактически такую проектную логику наращивать в школах, то я вижу, что очень многие учителя-предметники просто дают темы проектов. Это не то, это ваш проект, который вы передаете детям. А очень важно его-то, собственно, какой проектный интерес. И это другое. Теперь самостоятельность. Самостоятельность мы тоже понимаем в 21 веке. Не натурально, что я все делаю сам. Никто ничего сам в 21 веке практически уже не делает. Но это очень важно, что вы самостоятельно можете держать замысел и относительно замысла, тогда понимать, как вы будете реализовывать это действие. Что вы, может быть, какие-то части действия сделаете сам. Где-то вам нужна малая группа, где-то вам нужна помощь консультантов. И вот очень важно, что если мы говорим про действия, что это замысел и реализация, то очень важно на уровне замысла хотя бы вот эту самостоятельность удерживать. Потому что на уровне реализации, конечно, мы говорим о коллективном действии, о больших и малых группах. И я надеюсь, что никто из вас уже не понимает индивидуализацию. Это то, что кто-то один на один там работает, кого-то сопровождает и кто-то один. Не надо путать индивидуализацию и индивидуализированность. Ну, как бы вообще, вот когда человек что-то один там делает. Вот. И, наконец, самоорганизация. Ну, про самоорганизацию я думаю, что каждый из вас с этим сталкивался. Поскольку времени мало, а социальных ресурсов очень много. Сейчас человек должен очень много всего уметь быстро делать. Мы все говорим о многозадачности. Ну, например, я как руководитель магистратуры каждый раз перед тем, как мы начинаем прием, вот скоро у нас будет новый прием магистратуры, да, уже начинается с апреля-мая мы начинаем это готовить все. Значит, я преподавателям говорю на вступительных экзаменах, что, вы знаете, я даже готова, честно говоря, взять в магистратуру человека, который путает Ушинского и Сухомлинского. Ничего, мы, так сказать, за два года он все у нас это будет хорошо различать. Но мы должны в первую очередь брать самоорганизованных студентов. Потому что если еще представить можно, что, ну, я не знаю, какой-нибудь учитель, даже не учитель, а скорее там военный какой-нибудь педагог может быть не очень организованным, его организует, так сказать, внешняя структура, там, подъем, отбой, не знаю, да, занятия и так далее, то представить себе тьютера, который не самоорганизован, это просто нереально. Потому что он работает с неструктурированной средой, он должен быть сам суперорганизованным. Поэтому я считаю, что если мы даже выделяем вот эти три компетентности, самоопределение, самостоятельность и самоорганизация, то это уже достойная задача для того, чтобы вообще как-то начинать это учитывать в современном образовании. И через уроки. Не так, что на уроках я предметность, значит, держу в голове, а вот во второй половине дня пусть они самоопределяются и будут самостоятельными. Так не получится. Значит, если мы хотим, чтобы на уровне компетентности человек мог переносить это в новую нетиповую ситуацию, мог с этим работать, тогда, значит, мы должны эти компетентностные линии удерживать во всем образовании, и на уроках, и во внеурочное время. Ну вот то, что я вам, так сказать, рассказала, теперь несколько слов все-таки по поводу тьютерской позиции. Значит, ну вот поскольку тьютерство, это уже новая профессия, я помню, как еще, ну уже 30 лет назад, потому что первых тьютеров мы проводили на пенсию, надо сказать, и первая школа, где я была директором в Томском академгородке, школа еврикоразвития, значит, там вот работали тьютеры 30 лет назад. Мы начали тьютерскую как бы работу, и на самом деле, как любое профессиональное направление, оно всегда имеет как бы две линии. Значит, есть понятие тьютер как отдельная профессия, не надо путать тьютера с ассистентом учителя, потому что вот в инклюзивных школах везде, где водят тьютера, тьютер сидит на уроке, учитель сразу относится к нему как к помощнику, на что я говорю, да, тьютер помощник учителя, ну и учитель помощник тьютера, потому что это две педагогических равномочных профессии, причем у каждой свой стандарт, поскольку наш профессиональный стандарт тьютера тоже закреплен, значит, у нас в группе стандартов воспитания, и есть отдельная выслуга лет, пенсия, не знаю, трудовая книжка, и вот каждый год у нас в этом году уже будет 11 набор магистратуры, ой, 12 уже будет набор магистратуры, 10 выпуск, соответственно, значит, все больше и больше появляется тьютеров. Значит, тьютер это такой педагог, который занимается сопровождением индивидуальной образовательной программы, и поэтому тьютеры работают в школе, особенно в частных школах у нас везде работают тьютерские команды, кстати, из наших же выпускников магистратуры, так что везде засланные казачки. Вот, значит, соответственно, очень многие мои сильные ребята тьютеры работают как индивидуальные предприниматели, работают в частном образовании, и в семейном образовании, и это отдельная профессия. Но дальше мы понимаем, что любая профессия может существовать еще, знаете, как дополнительная компетентность к профессиям уже стандартным. Ну, точно так же, как мы когда-то понимали, что можно быть отдельным психологом, а можно, так сказать, иметь углубленную психологическую компетентность, оставаясь учителем, там, завучем, директором. Вот сейчас ровно такая же история происходит с тьютерством. Значит, вы можете действительно поменять профессию или приобрести дополнительную профессию. Здесь можно вспомнить школу 18-11, значит, где директор Александр Рыбкин, который первый у нас в Москве, например, просто решил, что, так сказать, учителя могут получить второй диплом. И у него 60 учителей в школе, большая школа, большой центр, получили второй диплом, что они тьютеры в сфере образования. Параллельно с тем, что они еще учителя истории, учителя математики, учителя физики. Поэтому вот с этого времени мы стали практически каждый год делать переподготовки со школами. И у нас практически очень многие школы уже сейчас прошли такой курс переподготовки. Ну, вот из наиболее известных школа Летова, школа, значит, Примакова, гимназия Примакова и так далее. Ну вот, значит, смотрите, теперь на нашем компетентностном языке я могу сказать, что индивидуализация, значит, как процесс, можно сказать, что это процесс развития вот этой самости с помощью self-skills, вот с помощью вот этих, как бы, компетентности самообразования. Потому что если мы посмотрим профессиональный стандарт тьютерской деятельности, то там написано, что индивидуализация в образовании – это фактически формирование и реализация индивидуальной образовательной программы. Но вы же понимаете, что определение можно давать в разных, так сказать, языковых единицах. Поэтому если мы сегодня с вами говорим вот о единице компетентность, то можно сказать, что да, вот можно, да, что индивидуализация фактически – это такой процесс, где я развиваю, помогаю формировать вот эти особые компетентности самообразования. Вот, ну и это, да, и это как раз выводит, как индивидуализация в образовании, это выводит в процесс построения индивидуальной образовательной программы. И, наконец, тогда вот можно сказать уже о тьютерском сопровождении, что фактически тьютерское сопровождение – это осмысленное педагогическое действие по отношению вот к этому процессу индивидуализации. Поэтому я не держусь за то, чтобы все были тьютеры. Знаете, как мы смеялись, когда еще только-только это начиналось, мы говорили, что нам не нужна тьютеризация всей страны. Поэтому называйтесь тьютерами, называйтесь учителями с тьютерской компетентностью, можно не называться, но главное, что если вы начинаете работать именно вот с компетентностями самообразования, если вы начинаете отслеживать их, понимать, придумывать форматы работы для этого, то тогда фактически вы начинаете работать, ну вот как бы вот с такой тьютерской компетентностью. Так, ну и теперь уже, значит, немножечко про основные форматы тьютерской работы. Я вот просто даже, так сказать, не понимаю, потому что это уже заход в технологию. Если очень подробно с вами обсуждать, то нам не хватит времени. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю своих коллег, значит, учителей-предметников, когда хочется именно, ну так сказать, предметность, да, вот эту предметность. Ну вот давайте я вам кратко охарактеризую, значит, каждый из форматов работы, понимая, что потом этот формат работы можно уже дальше докручивать на каждом предмете. Значит, у нас действительно за годы, ну вот такой тьютерской деятельности, надо сказать, что в 2007 году мы зарегистрировались как тьютерская ассоциация, соответственно, и начали уже в 2000, значит, в 2011 году мы попали в единый квалификационный справочник как тьютерская профессия, а фактически школа наша начала работать с тьютерством с 1991 года. То есть в этом году школа отметила 30 лет вообще того, как она работает в тьютерской модели. Ну, я имею в виду школы еврикоразвития вот в городе Томске. Значит, поэтому у нас очень много конкретных техник, технологий, способов, методов работы. Значит, кому это интересно, вы можете зайти на наш сайт тьютерской ассоциации. Модератор обещал, что она вам прям будет скидывать сейчас ссылочку на сайт тьютерской ассоциации. Там зайти в рубрику экспертиза. И в рубрике экспертиза там прям указаны по годам разные тьютерские технологии, тьютерские практики, которые мы защитили, значит, у разных людей нашей страны. И там написано, кто координатор этой технологии, и там его электронный адрес. Для нас это важно, потому что мы как ассоциации работаем на горизонтальных связях, и мы со всеми членами тьютерской ассоциации договариваемся, что мы даем наши электронные адреса. Поэтому вот можно прям зайти, найти, какие были защищены технологии конкретно по вашему предмету. Можно связаться с этими людьми. Все тьютеры очень открытые. Прямо сказать, что вы в рубрике, например, нашли там, я не знаю, про тьютерское сопровождение на уроках истории пятого класса. Вот вы хотели бы уточнить, как это делается. Вот, но поскольку, значит, технологий уже очень много, то мы стали их для себя объединять в три таких базовых формата работы. Но вот на самом деле надо написать три точки еще поставить, потому что, может быть, еще появятся форматы работы. Но пока вот мы сгруппировали для себя большое количество технологий вот в такие три формата. Значит, какой у нас первый формат? Ну вот первый формат я бы назвала так, тьютерские консультации. Значит, это формат как раз такой обычный. Он, так сказать, воспроизводился, если исторически говорить, в Оксфорде и в Кембридже, начиная с 12 века, 12-13 век. И заключался он в том, что по определенному расписанию раз в неделю тьютер встречается со студентами или с учениками. И с каждым индивидуально он простраивает следующую неделю работы. Он смыслово простраивает, потому что понятно, что есть, например, расписание в Оксфорде, в Кембридже или в наших частных школах «Золотое сечение» или в школе «Летово». А есть понимание работы с конкретным ребенком, что он хочет глубже, что, например, в чем он отстает немножко ему трудно, а что бежит вперед. И вы тогда, опираясь на его ситуацию, на его интересы, помогаете ему составить программу на неделю. И вот фактически те школы, которые начинают работать в тьютерской модели, они вообще постепенно отказываются от классноурочной формы. Ну вот финские школы так делают. То есть в Финляндии, можно сказать, тотально все учителя с тьютерской компетентностью. Поэтому они сейчас даже не говорят уроки, они говорят учебные занятия, занятия с открытым входом, с выходом, ну и так далее. То есть это прямо отдельная такая работа. И у нас сейчас частные школы, многие пошли по этому пути, то есть просто в расписании вставляется тьютерская консультация. И многие государственные школы тоже пытаются вот такую ритмичность тьютерских консультаций делать, ну, например, во второй половине дня. Ну, я не знаю, если у вас в классе 30 человек, там 6 дней в неделю обучения или 5, но это у вас 6 человек в день. И вы просто во второй половине дня по 20 минут составляете расписание и, так сказать, с ребятами продвигаетесь. Ну, это такая действительно предельная индивидуальная форма, поэтому дорогая форма. Ну, и вот, например, надо сказать, что когда мы начинали еще во время перестройки тьютерства, то я понимала, что а как мне оплачивать тьютеров? Я как директор школы заключала платные услуги с учителями, даже являясь государственной школой, потому что мы начинали как частная, а потом мы стали государственной школой с платными услугами. И я родителям говорила, ну, вы ребенка отдаете на фигурное катание? Вы платите. Вы ребенка отдаете в музыкальную школу? Вы платите. А тот с ребенком каждую неделю будет специально работать тьютер. Почему его не надо оплачивать? Ну, и, в общем, у меня в школе как-то они, ну, школа была в Академгородке. Родители научно ориентированы, ценность понимали этого, потому что, как они говорили, ученые с троем не ходят. Им было очень важно, чтобы вот этот познавательный интерес ребенка как бы был, развивался. Вот. И фактически у меня тьютеры раза в два получали больше, чем учителя, между прочим, если говорить о зарплате. Вот, значит, мы тьютерские консультации как формат держим. Там возникает вопрос, как я на тьютерских консультациях строю работу. И вот здесь у нас есть прям группа. Вот как раз координатор этой группы Вадим Коростелев и получил грант Потанина. Поэтому мне очень важно, что фонд Потанина тоже оценил эту работу. Что мы специально, значит, эта группа специально разрабатывает. Она, во-первых, инвентаризировала, восстановила все техники вопрошения, которые были, начиная с Сократа. И сейчас начинает обсуждать новые техники, задания таких вопросов, которые провоцировали бы ребенка на исследовательскую деятельность. И они даже назвали это интерактивное вопрошение. Не просто вот такое активное вопрошение, а интерактивное. Теперь говорить, если про особые тьютерские события, то это как раз мы отвечаем на вопрос. Потому что все спрашивают, а тьютер индивидуально работает или нет? Тьютер, как и педагог, работает в трех форматах. Тьютер может работать индивидуально. Вот я вам говорила, тьютерские консультации. Тьютер может работать с группой ребят. Тьютериалы. Это называется проводить тьютериалы. И тьютер может проводить особые тьютерские события. Но это отдельный разговор. У нас есть группы, которые проводят тьютерские события на 300 человек. На 100 человек, на 500 человек. То есть есть прям особые такие форсайтные тьютерские события. Молодежная ассамблея старшеклассников. В общем, это очень интересно, но это надо отдельно рассказывать. Ну и, наконец, есть наше ноу-хау. Тоже хочу похвастаться. Это то, что мы вынесли, опять же, на европейскую ситуацию тьютерства. Потому что, когда я первый раз поехала с докладом по поводу технологии работы, так сказать, российского тьютерства, то не буду называть фамилии, но некоторые мои друзья из Министерства образования говорили мне, что ты поедешь в Европу смешить, у них с 13 века тьютерство. Но когда мы рассказали о нашей технологии личностно-ресурсного картирования, каждое слово важно. Личностно, потому что для каждого. Ресурсно, потому что мы делаем такие ресурсные карты вместе с детьми. И почему мы говорим картирка, а не карта? Потому что это незаконченное действие. Это именно процесс картирования. Потому что ресурсы добавляются, исчезают, отрабатываются. В общем, это целая такая интересная технология. Мы ее описали в книжке. У нас вышла книжка «Личностно-ресурсное картирование», где разные главы. И там прям глава, как работать с личностно-ресурсным картированием в дошкольном возрасте, в школе, в ВУЗе, в системе повышения квалификации даже. Я надеюсь, модератор вам даст ссылочку на наш книжный магазин, интернет-магазин. Ну, если нет, то можно через сайт зайти. У нас там тоже на сайте прямо указан этот книжный магазин. Так что, кому интересно, это тоже можно дальше освоить. Ну, и, наконец, просто я хочу, чтобы временно вопросы осталось. Значит, я во всех своих презентациях, наверное, года два уже, делаю в конце вот такую, дарю всем такую картинку. Потому что я знаю, что есть люди, которые запоминают, ну, как бы теорию, а образ – это то, что ярче всего запоминается в вашей памяти. И вот смотрите, когда мы говорили про традиционную педагогику, ну, чтобы не говорить авторитарную, я бы сказала так, формирующую, то она движется программами, которые вы не с ребенком делаете, а которые вы делаете, ну, грубо говоря, по тем нормативам, которые заданы поверх. Вот есть программа, и вы обязаны ее выполнить. Хочет человек, не хочет, он должен выполнить. Вот с этой точки зрения дерево бы здесь не росло. Потому что есть программа, здесь, значит, у нас должен быть асфальт положен, и дерево бы вырубили. Когда мы сейчас говорим о гуманитарной педагогике, мы говорим, нет, надо все-таки слушать, как бы надо понимать, что перед тобой разные дети, есть аудиалы, есть визуалы, там есть кинестетики. Поэтому, видите, очень красиво такую загородочку сделали, как бы учитывая вот эту разность детей. Но образ дерева, как образ живого человека, вот он вывернулся, смотрите, и дерево растет так, как оно считает нужным. Вот для нас вся вот эта линия на self-skills, она заключается в том, что не вы должны программу под ребенка подстраивать, а что надо формировать у него вот эти навыки самостоятельности, значит, самоорганизации, самоопределения, чтобы он мог выходить в индивидуальную программу. А вы бы уже эту программу учебную сопровождали. Ну вот фактически то, что я хотела вам сказать. Значит, это мой электронный адрес, это сайт нашей ассоциации. Ну вот теперь я надеюсь, что я выйду, соответственно, уже из презентации, чтобы увидеть вас и готова ответить на ваши вопросы. Так, ну пожалуйста, есть какие-то вопросы? Я не очень слышу. Модератор есть у нас, нет? Так. Пока вопросы ожидаем. А, пока нет никаких, да? Так, дорогие коллеги, ну, мне хотелось бы, чтобы вы активность проявили и задали мне какие-то вопросы, потому что неизвестно, как у нас, что будет. Так. Так, Полина Валентина. Правильно я понимаю, у меня как-то людей-то всего. Сколько у нас людей здесь на собрании? Тридцать два человека у нас. Тридцать два человека у нас. Сколько? Тридцать два человека у нас сейчас можно сказать. Тридцать два человека, а, ну вот все, просто у меня не высвечивается. Так, дорогие коллеги, тридцать два человека, задайте-ка вопрос, можно голосом? Чтобы какая-то у меня обратная связь была. Уважаемые коллеги, к сожалению, голосом не получится. А, голосом не получится, да, надо писать. У вас есть форма для того, чтобы вы получите голос в трансляции. Вы можете написать туда, и Татьяна Михайловна все увидит. Спасибо. Да, очень хорошо. Ну, может быть, пока не думают. Полина Валентиновна, может, вы мне вопрос какой-то зададите. Или Юлия Сергеевна, по крайней мере. Давайте с вами начнем тогда. Как вы относитесь к этой линии? То, чтобы выделить особую группу навыков самообразования и, собственно, ее продвигать через предметный материал. Наталья пишет, что вопросов пока не возникло. Тема очень интересная. Благодарит вас за выступление. Ольга задает вопрос. Не помешает ли тьютерство развитию самостоятельности ребенка в начальной школе? О, очень хороший вопрос. Вот я хочу сказать большое спасибо. По-моему, мы там когда-то говорили о том, чтобы даже как-то премию выдавать за вопросы. Если у нас эта линия есть, то я считаю, надо обязательно поблагодарить. Это Ольга задала вопрос. Правильно я поняла, вы сказали? Да, Ольга. Значит, очень хороший вопрос. Значит, смотрите. Когда-то у нас была такая дискуссия, я помню, с Борисом Даниловичем Илькониным. Он говорит, что мы хотим, чтобы люди были самостоятельные, а на самом деле получается, что современный человек со всех сторон как бы окружен такой помощью. Чуть у него сложность, тут психолог, чуть-чуть у него трудность, тут еще, значит, ему стилист, дизайнер и так далее. То есть человек вообще не опирается на себя. Вот здесь очень важно, что тьютер фактически хороший, он как можно меньше работает непосредственно, а он создает опосредованную образовательную среду. Ну вот я про тьютерство вам сегодня не рассказывала, у нас тема другая, но если говорить о тьютерском действии, то у нас прям первое действие тьютера – это создание провокативной среды. То есть не вы бегаете, помогаете, говорите ребенку, что делать, а вы создаете такую провокативную среду, которая провоцирует его на какие-то самостоятельные действия. А потом вы уже эти действия с ним обсуждаете. И вот это очень важно. Вот как мы говорим, что тьютер работает до, он создает среду, и тьютер работает после, он проводит рефлексивную консультацию. А в самом действии он максимальную дает свободу ребенку. Вот это как раз сложно. У меня получилось так, что некоторые учителя, которые можно было ставить пять, как учителям, а как тьютеры они были профнепригодны. Почему? Потому что они не могут держать паузу. Вот даже если ты как тьютер понимаешь, что ребенок делает неправильно, не так, что надо бы по-другому, ты держишь паузу, потому что человек имеет право сделать свой ход, ошибиться, а потом вы с ним проанализируете. Поэтому это очень здорово. Начиная с начальной школы, тьютер не, так сказать, не подменяет действия ребенка, а он их сопровождает. Мы очень долго искали слово в русском языке. И вот, знаете, сопровождать нельзя стоящего. То есть, когда вы сопровождаете, это значит, человек что-то делает, а вы уже сопровождаете его действия. Да, большое спасибо, Оля. Очень хороший вопрос. Так. Ну, может быть, еще что-то появится. Я привыкла, что всегда очень много вопросов, а тут прям, а я, поскольку вас не вижу, то я и не понимаю, то ли вам интересно это было, то ли неинтересно это было. Татьяна Михайловна, безусловно, все было интересно. Я думаю, что коллеги просто сейчас пока воспринимают информацию, переваривают, так ее сказать. Да, да, очень много. Я думаю, что все-таки аудитория у нас, это учителя Москвы. Мы с вами обычно выступали вы и на наших клубах для замов по содержанию образования. Здесь у нас немножко другой формат общения, поэтому коллеги, безусловно, вот и пишут нам, да, благодарят, что тема была очень интересная, что возникают мысли для развития этой темы и вопросы в дальнейшем, то есть как вот пересмотреть свой формат работы в своих школах. Нет, я уверена, что коллегам все понравилось. Спасибо огромное. Ну, вот я, знаете, тогда хотела сказать, Юлия Сергеевна, вот я просто думаю, я когда пришла в школу, я должна была для себя в конспекте писать. Ну, и это важно на самом деле, потому что когда ты формализуешь что-то, да, пишешь, ты отчуждаешь. Но поскольку урок это такая живая ткань, да, и там действительно общение с ребятами, и все время что-то новое, что ты даже не запланировал, вот, то для себя все-таки важно, что ты удерживаешь. И вот мы писали, какие знания на уроке, какие умения, какие навыки, да, какие ты цели ставишь, там, образовывающую, учебную, воспитательную, развивающую. Вот мне кажется, что сейчас даже для себя просто интересно, когда ты ведешь какой-то предмет, вот понять, вот через твой предмет, на какие жесткие навыки ты выходишь. Ну, то есть, другими словами, вот что современному человеку важно знать в твоем предмете для профессиональной деятельности. Ну, вот, да, что как бы будет требовать технологическая сфера. И вот это же, кстати, поворот и химии, и физики, когда все говорили, ну, зачем мне там химии все эти формулы знать, или там математика. И на это отвечали, да, там, что вот еще Ломоносов сказал, что математика хороша уже тем, что ему порядок приводит. Да, но когда Ломоносов это говорил, не было ни интегралов, ни дифференциалов. А вот сейчас все-таки важно переупаковать. Вот как бы для современного человека. Это какую опору дает на то, что он в современном технологическом мире живет. Теперь, когда мы говорим о мягких навыках, вот мне кажется, здесь уже надо, кстати, индивидуальный подход удерживать. Не индивидуализацию, я сейчас говорю, а индивидуальный подход. Это разное. Индивидуальный подход, это как раз понимание, я бы сказала, природы человека. Но если ребенок у вас холеричный, то в этом плане понятно, что его навыки будут связаны с тем, что он будет все время хотеть себя презентировать. Вот когда мы говорим в каждом классе клоун, ну да, есть дети, которым важно, чтобы над ними смеялись, чтобы они были в центре внимания и так далее. А есть дети, наоборот, которые, ну вот в хорошем смысле аутичные, вот даже не придумаешь, как назвать, чтобы это не было отрицательного контекста. Но такие дети, которые углубленные в себя. И вы будете его спрашивать, он будет молчать, ему это очень дискомфортно. А контрольный он будет писать на пятерку. И вот тут надо понять, что мы никогда к одному знаменателю всех разных детей не приведем. Я просто очень помню, как на каком-то заседании Президиума Академии Образования Давыдов говорил, ну вот была цель, что тогда гармонически развитая личность. И академик Василий Васильевич Давыдов, он говорил, у меня только одна претензия к цели гармонически развитой личности. Кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел гармонически развитую личность? Ну вот чтобы она прям везде была развита, так гармонично. Нет, никто не видел. А что это за цель, которая никогда не достигалась? И вот в этом плане я хочу сказать, что вот для меня очень важна вот эта мысль про то, что у каждого человека свой компетентностный профиль. Ну не могут все одинаково красиво говорить у доски, не могут все одинаково быстро соображать. И в этом плане вот мне кажется, если вы будете просто удерживать эту задачу, что вы формируете эти компетентности, но уровень освоения у каждого ребенка все равно будет разный. Ну и, конечно, вот для меня очень важно, что если будут через предметы протянуты вот эти компетентности, само, так сказать, организации, да, самоопределения самостоятельности, то, конечно, у нас появятся совершенно другие ребятки-выпускники после наших школ. Ну вот что бы я хотела сказать. Так что я вам желаю всем успехов. Мы с вами работаем. Я тоже почти ежедневно работаю со студентами. Вы работаете со школьниками. Поэтому мне кажется, что в практике очень важно вообще думать как-то и переориентироваться вот в эту линию требований современного образования. Да, Татьяна Михайловна, еще раз спасибо огромное. Вот последний наш комментарий еще раз подтверждает, что действительно очень полезная сегодняшняя встреча была. Вот Елена Демидова пишет о том, что есть о чем подумать, пересмотреть свой подход к организации как к своей, так и детской деятельности на уроке. Так что спасибо вам огромное. И действительно тема интересная и полезная для всех наших слушателей. Ну, очень хорошо. У нас же записи останется, правильно? Да, так что можно к этому еще возвращаться. Ну, все, тогда, наверное, прощаемся, да? Тогда мы. Все, да, спасибо большое, Татьяна Михайловна. Коллеги, спасибо за интересную сегодняшнюю встречу. Хорошо, все. До свидания. Спасибо. Спасибо.